всем привет дорогие друзья меня зовут фатхудинов марсель и вы смотрите очередной урок по after effects записанные для сайта видео smile.ru в этом уроке я расскажу вам о некоторых новых функциях введенных в after effects версии 13 который называется after effects cc 2014 не обращайте внимание на нашу так сказать заторможенность все же я решил рассказать об этих новых функциях потому что многие до сих пор о них не знают итак первое на что мы обращаем внимание запустив новый after effects это обновленный интерфейс здесь изменился собственно цвет изменились некоторые кнопочки иконки но нам до этого дела нет а стоит обратить свое внимание на русский интерфейс до радуйтесь те кто его долго ждал но я все же поменял язык на английский для меня это более комфортно и записывать уроки я продолжу на английском языке ну а о том стоит или не стоит использовать русский язык это вы уже решаете сами и так для того чтобы поменять язык в after effects нам нужно зайти в папку в которой установлен собственно after effects для этого открывая программ файл с адоб after effects сиси 2014 саппорт файл и нахожу папку от им лангин джесс здесь я создаю новую папку назову миру и перекидываю сюда вот этот вот файл так открывать его вообще-то не нужно переименую здесь пусть будет так копирую этот файл возвращаюсь сюда и вставляю его я переименую в английскую версию копирую это дело теперь открываю файл и здесь вставляю сохраняя изменения теперь мне осталось перезапустить after effects и вот он у меня на английском языке отлично это то что нам нужно и теперь мы можем начать нашу работу и посмотреть новые функции я импортирую сюда пару футажей первый из них будет green screen и второй возьму вот этот импортируем создаю новую композицию и первые изменения которые были сделаны это добавлен новый эффект spiel suppressor advanced spiel suppressor но действие его я вам покажу на шаблоне который также уже создан так находим key light но находим его в папке animation пресса кидаем вот сюда и здесь у нас добавлено три эффекта собственно сам key light key cleaner и advanced spiel suppressor для чего они объединены в один шаблон теперь даже новички смогут сделать качественный king всего лишь в несколько кликов для этого мы берем опять же пипетку выделяем зеленый цвет немножко подкорректируем маску так раскрываем параметры screen и подкорректируем немного параметры clip black для того чтобы почистить черные области и clip white для того чтобы почистить белые области отлично возвращаемся к обычному виду так поставим здесь сто процентов для того чтобы лучше видеть что у нас происходит на панели composition так можно пожалуй немножко убавить вот здесь вот границы примерно вот так вот и теперь посмотрите как у нас действует вот этот вот эффект не обращайте внимание на то что у нас добавляется много зеленого по краям но здесь вот границы становятся намного четче если мы добавим вот этот эффект key cleaner единственное что на мой взгляд здесь лучше убавить например до пяти радиус действия этого эффекта и теперь собственно добавляем действие эффекта advanced spills oppressor включаем его и по мановению руки у нас этот зеленый цвет полностью исчезает и king становится просто потрясающим посмотрите все это сделали мы всего лишь за пару кликов действие вот этого эффекта мне очень очень нравится ну что ж это нововведение касающиеся кейнга теперь я буду использовать второй футаж который я импортировал здесь у меня пожилой мужчина читает какую-то книгу что мы будем делать с ним допустим мне нужно сделать цвет кожи его лица немного теплее для этого мне придется выделить только вот эту вот область и для нее применить какой-нибудь эффект по цветокоррекции ну конечно же я воспользуюсь эффектом curves кидая его сюда так ну и мне нужна маска кстати обратите внимание что эффект curves претерпел тоже кое-какие изменения здесь можно выбрать различные размеры вот этих вот квадратов ну о том стал ли этот эффект удобнее или наоборот вы пожалуй определите для себя сами потому что ну где-то он действительно стал удобнее из-за того что и мы теперь можем управлять любой вот этой вот линии не переключаясь вот здесь вот между каналами и видим общую картинку ну а смотрите такой нюанс здесь если я нажимаю где-то в пустом месте то у нас кривая сразу меняется то есть мне нужно точно попадать вот по этим точкам и если я где-то кликаю например вот здесь вот то опять же создается новая точка это не всегда бывает удобно нажимаем reset именно тот канал который здесь выбран он сбрасывается так ну я правый клик выберу здесь reset здесь rgb сворачиваем панель и и беру инструмент панель быстренько нарисую какую-нибудь маску что примерно вот такой вот дальше раскрываю параметры маски правый клик и убирают track mask я нажму отслеживать в обратном направлении и посмотрите что у меня происходит маска двигается вместе с областью которую я выделил ну конечно здесь не так много настроек как например если бы мы использовали мог а но все же здесь можно сделать быстрый и довольно неплохой трекинг сейчас мы взглянем на результат как видите даже когда маска выходит за пределы рабочий рабочего пространства композиции трекинг все равно продолжается и продолжается он довольно в качественном режиме ну что ж трекинг завершён у меня теперь следующий момент вот эту же маску я буду использовать конкретно для эффекта кирс раскрываем здесь папку эффекты дальше эффект кирс и вот здесь вот я нажимаю на плюсик появилась новая новый блок так сказать композитинг options я здесь добавляю новую маску и у меня сразу же выбирается маска 1 если у вас несколько масок то здесь можно будет выбрать конкретную и так маска выбрана также здесь можно добавить то есть управлять по сути силой действия этого эффекта но сейчас вы сами все посмотрите и так мне нужен здесь синий канал придам кривой примерно вот такой вот вид и в зеленом немного убавимся совсем чуть-чуть ну что ж посмотрим так у нас было так у нас стало можно немного добавить размытие маски размытие маски она также будет действовать поставлю примерно на 25 пикселей ну и вот как я вам говорил сила действия этого эффекта у меня изменяется при помощи вот этого вот параметра эффект опасайте так поставлю его на сто процентов ну вот как видите на этом примере мы разобрали сразу три новые функции это измененный эффект кирс это тот факт то что теперь можно маску отслеживать то есть тречить отдельно маску и можно эту маску использовать только для какого-то эффекта следующий момент который мне очень нравится в новой версии after effects это увеличение масштаба так давайте зайдем в настройки композиции и здесь например сделаем композицию в два раза больше так вот что у нас получилось теперь отображая свойства скейл и поставлю здесь 200 процентов конечно же все у нас предметы в композиции стали теперь размытыми но если мы поставим здесь например опцию бикубик скейлинг и сто процентов давайте посмотрим что у нас вот здесь вот так это у нас качество драфт конечно же она нас не устраивает здесь обычное масштабирование ну и вот эта вот линия она у нас довольно размытое бикубик скейлинг здесь уже немного другой результат давайте сделаем снэп и например сравним его с обычным масштабирование вот вы можете заметить что немного лучше так ну теперь давайте здесь поставим сто процентов перейдем на панельку effects and presets и здесь я ввожу апскейл мне нужен вот этот вот эффект detail preserving апскейл применяю его сюда к этому слою так поставлю здесь 200 процентов как и в прошлый раз и смотрим что у нас получается так это у нас было бикубик скейлинг и посмотрите насколько четче стала вот эта вот граница я думаю если вы смотрите видео с хорошим качеством то вы заметите как вот в этих вот местах также вот здесь вот вот в этой области тоже у нас меняется четкость по-моему эта опция найдет довольно широкое применение например если вы снимали материал на разные камеры и один материал у вас отснят с разрешением 1280 на 720 а другой full hd с разрешением 1900 1920 на 1080 и конечно же вам хотелось бы создать видео в большем разрешении если использовать как раз вот эту вот функцию этот эффект detail preserving апскейл то весь материал который отснят у вас в hd можно его увеличить до full hd при этом теряя минимум качество вот такая вот еще одна новая опция и теперь давайте перейдем в настройки программы и посмотрим на пару нововведений здесь так во первых во первых перейдем на вкладку здесь откроем gpu information и теперь не нужно прописывать свою видеокарту например если она у вас не поддерживается как в моем случае у меня стоит квадро к 2000 и в предыдущих версиях нам приходилось открывать текстовый файлик там прописывать свою видеокарту и только после этого можно было использовать gpu для ray tracing сейчас мы просто ставим здесь галочку нажимаем ok соглашаемся с тем что наша видеокарта не поддерживается так сказать но все же она будет работать окей это первый момент дальше второй момент о котором мне хотелось бы упомянуть здесь это вот это вот функция использования двух мониторов если поставить здесь галочку можно будет выбрать например и монитор 1 или монитор 2 монитор 1 это у меня как на мониторе 2 я сейчас записываю как раз таки этот урок и можно поставить здесь галочку для монитора 2 так ну давайте попробую поставить здесь галочку монитор 2 нажму окей так ничего не поменялось наверное из-за того что ну вот вы видели что обновилось окно ненадолго но если я поставлю например здесь так видео проверю по моему да если я поставлю галочку здесь и нажму окей то у меня наверное это еще связано с тем что я что у меня работает сейчас камтазия потому что сейчас на втором мониторе вот это вот у меня не отображается окно composition в общем если использовать эту функцию без камтазии то я думаю все будет работать видео превью здесь выбираете свой монитор 1 или 2 и на втором мониторе у вас будет отображаться полностью занятое пространство окна composition ну и что еще хотелось бы отметить если мы переходим на панельку render queue то вот здесь вот у нас урезали очень много форматов и теперь они доступны только в adobe media encoder и никакими настройками здесь больше добавить эти форматы нельзя ну опять же удобно это или нет каждый решает для себя сам мы пожалуй последний момент о котором я хотел бы вам рассказать это о взаимодействии after effect и premiere про там появилась тоже кое-какое кое-какое нововведение давайте откроем вот этот вот проект здесь и нажму дом сейф так это проект одного из наших уроков здесь небольшая типографика так что хотелось бы сделать так давайте сохраним этот проект файл с и сохраним его пусть даже будет f53 конверта сохранить и заходим настройки композиции переходим на вкладку advanced и ставим галочку template unlock text layers editable in premiere pro что дает нам эта галочка теперь мы можем все вот эти вот текстовые слои изменять прямо в premiere pro итак открываем premiere здесь у меня уже создан какой-то проект загружая сюда вот этот вот файл так выбираем композицию типа графика окей перекидываю его на панель timeline итак мы видим что здесь у нас на панели timeline именно проект after effects ну допустим оставим вот этот вот кадр выделяем этот клип переходим на панельку управления эффектами кстати если вы хотите поменять опять же язык интерфейса и в premiere pro то здесь сделать это довольно проще нажимаем control f12 так здесь у нас появляется вот эта вот консоль и application language здесь я вбиваю опять же английский английский enter так закрываю ну здесь теперь придется перезапустить проект поэтому я сохраняю проект ну допустим на рабочий стол опять же в папку f53 окей закрываю программу и заново ее открываем открывая проект лесом который я сохранил так вы видите что теперь у меня интерфейс опять же на английском языке выделяю этот клип перехожу на вкладку мастер на панели effect controls и здесь вы видите все текстовые слои теперь я могу их просто изменять пример здесь набираем great нажимаем enter и меня сразу же меняется здесь текст название слоев берется из вот этих вот названий например если мы слой nice изменим на автор эффект сохраняя проект перехожу в premiere здесь мы видим автор эффект дальше следующий момент можно заблокировать некоторые слои например я ставлю вот здесь вот замочек опять же сохраняя проект перехожу в premiere и здесь он у меня уже не отображается ну а если у вас галочка вот здесь вот вовсе не будет стоять окей то давайте опять же сохраним проект то здесь premiere просто не будет этих опций ну что ж вот такой вот обзор новых функций автор эффект программа дорабатывается это не может не радовать ну а мой урок подошел концу если у вас возникли какие-то вопросы то обязательно задавайте их в комментариях на нашем форуме или в группе вконтакте с вами был фатхудинов марсель до новых встреч